Интервью – жанр, изобретенный века назад, интервью на камеру – жанр, ставший известным десятилетия назад. Разумеется, нужно иметь в башке просто какую-то невероятную пробоину для того, чтобы считать себя обладателем патента на этот жанр, хотя бы на русском языке. После того, как в 2017 году Юрий Дудь поднял волну интереса к формату интервью, все схватили камеры, телефоны, стулья своих знакомых и начали брать друг у друга интервью. Многие по незнанию начали обвинять таких людей в том, что все это плагиат на программу «Вдуть». От ревизии нас может спасти только кража. Может, действительно есть и те, кто думает, что интервью изобрел Юра, но по его же словам, это хорошо, что ему удалось зажечь интерес в людях к этому формату. Реально каждый месяц появляется одно-две, одна-две такие программы. Я всегда невероятно кайфовал от этого. Так и я считаю. Это здорово. Правда, только часть из этих людей действительно ездят на конференции, смотрят лучших интервьюеров мира, изучают основы, читают, а вот другие просто покупают камеру, штатив, в лучшем случае пару петличек, свет и вперед. Кажется, надо им все-таки рассказать, что есть некоторые правила и приемы, которые помогут для создания крутого интервью. Со взлом или без? Ну, естественно, со взлом. Впрочем, этот жанр журналистики интересен многим, поэтому едем. Всем привет, с вами мистер Столком, и сегодня я расскажу вам, что такое интервью, и если не научу вас вести интересные беседы, то хотя бы расскажу, как это делается. За основу я беру классическую журналистику, правила, придуманные задолго до нашего с вами появления на свет, приемы разных интервьюеров, мои личные наблюдения за ними, за развитием жанра интервью в целом и мой личный журналистский опыт. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на это. Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной. Во-первых, стоит помнить, что интервьюирование — это целая наука и одновременно с этим искусство, которое не изучишь за один день и не расскажешь за одно видео. Во-вторых, ключевым фактором станет все равно ваша личная практика. Поэтому я постараюсь уложить в одно видео все самое необходимое. Интервью — это один из жанров в форме разговора журналиста с социально значимой личностью на актуальные темы. По сути, это один из методов получения самой разной информации. И есть несколько видов интервью и форм организации. Последний — это выход к прессе, брифинги, круглый стол, интервью по скайпу, телефону или даже по мессенджеру. Но на этом не будем останавливаться, а вот о видах интервью расскажу, но коротко. Информационное интервью. Цель — сбор данных для новостей, поэтому важна динамичность и короткие вопросы. Что, где, когда происходит, почему нам это интересно и зачем мы, то есть журналисты, об этом рассказываем. Оперативное интервью — это сбор мнений по узкой теме и вопросы здесь для разных спикеров фиксированные. Интервью — портрет. Человек как-то проявил себя в общественной жизни и нам при помощи вопросов и ответов надо рассказать детали, которые сформируют индивидуальность. Беседа. Здесь респондент и журналист на равных, поскольку последний имеет опыт работы в той или иной сфере, поэтому, как и спикер, имеет право высказывать и свою позицию. И это довольно интересный жанр, потому что словесный баттл — это то, что всегда нравилось людям. И интервью-расследование. Подробное изучение проблемы и обстоятельная подготовка интервьюера. Вот это самое большое интервью нам с вами подходит, его и рассмотрим подробнее. Хотя этот вид интервью может включать в себя практически все особенности вышеописанных форматов. Здесь важна подготовка к интервью, важно уметь слушать и следить за рассуждениями, плюс здесь же важны коммуникативность и владение невербальными формами общения. Сразу стоит упомянуть, что все люди разные, занимаемые должности тоже. По этим причинам, особенно если вы берете интервью в письменном виде, почти 90% людей просят согласовывать текст. И если просят, нужно быть честным по отношению к гостю, чтобы избежать проблем в будущем. Потому что конфликты на эту тему для журналистов — дело привычное. Что касается видеоинтервью, особенно в прямом эфире, тут уж мне остается пожелать интервьюируемому удачи и не наговорить лишнего. Еще несколько моментов о правилах и о том, что их иногда надо нарушать. Совет для тех, кто берет интервью у музыканта, актера, художника, режиссера и иже с ними. Никогда и ни при каких обстоятельствах не задавайте вопрос, какие у вас творческие планы. Это вопрос табу, на который даже не распространяется правило про нарушение правил. В мире журналистики такой вопрос признан самым бездарным и пошлым, поэтому если вы его зададите, это первый признак безграмотности, дурного вкуса и того, что интервью наверняка провалится. Не стоит задавать и открытых вопросов, то есть тех, на которые можно ответить «да» или «нет», потому что цель — получить развернутый ответ, а не подтверждение или отрицание факта. Не перебивайте спикера, давайте ему высказаться, но только в том случае, если он рассказывает что-то действительно интересное или отвечает на заданный вопрос. Можно остановить своего гостя, но в том случае, если он ушел от темы. И всегда помните, что если вы специалист, вы можете позволить себе нарушать выше и ниже перечисленные правила. Впрочем, если вы специалист, значит вы не смотрите это видео. Приступим к самому интервью. В первую очередь мы выбираем гостя. В идеале здесь важна золотая середина, потому что интервью у человека, который с радостью общается со всеми, это не самый лучший ход, особенно для начинающих. Потому что успех такого интервью тебе не гарантирован, даже если ты Опра Уинфри. Потому что одни и те же вопросы уже никому не интересны, в том числе и твоему гостю. Ну представь себе режиссера, который снял долгожданный фильм, и каждый журналист спрашивает его, о чем фильм, почему на главной роли взяли именно этих актеров, и стоит ли ждать продолжения. А теперь представь себя на его месте. Вот-вот. Поэтому придумать что-то новое в таких ситуациях бывает действительно непросто, но это очень важно. При этом же бывают известные люди, которые редко соглашаются на интервью, и если удастся договориться с таким спикером, это твой шанс. Нужно готовиться. Всегда. И не сидя в Википедии, читая сухую биографию, а копать. В смысле биографию знать было бы неплохо, да. Но если герой написал книгу, ты должен ее, если не прочитать, то хотя бы поверхностно изучить. Посмотреть или прочитать старые и новые интервью. Изучить высказывания человека и взять их на заметку, особенно если сейчас он противоречит своим словам или поменял точку зрения. Чем дольше вы готовитесь, тем больше вы узнаете, тем вы чувствуете себя мощнее, лучше и тем качественнее получается продукт. Изучите, где этот человек был в последнее время, с кем он общался, с кем знаком лично. Все это важно, потому что в процессе интервью возникают те факты, о которых вы либо не знали, либо не планировали спрашивать, а оказалось, что это очень важная тема для интервьюируемого. Ну, понимаешь, перед тобой стоит Гарри Топор, когда со злым лицом читает, что он ебал твою телку и так далее. Вот, а ты вообще думаешь не про это. Жизнь твоя катится в пизду и рез. В полную. Порядок вопросов. Вообще, это огромная и сложная тема, по которой, возможно, я сделаю отдельное видео. И если тебе это интересно, напиши об этом в комментариях. Но если кратко, спросите себя, зачем нужно это интервью. Объясните себе, на чем вы хотите акцентировать внимание и помните про классическую схему построения любого повествования. Именно повествования, я не ошибся. Например, пирамида Фрейтега с завязкой, осложнением, кульминацией, развязкой и решением. И вперед. Как бы это странно ни звучало, но интервью работает по тому же самому принципу. Поэтому самые острые вопросы прибереги на середину интервью, иначе разговор просто не получится. Ну, а в конце можно поговорить на тему каких-нибудь приятных мелочей или о том, о чем спикеру будет интересно вам рассказывать. Блиц. Марсель Пруст. Тоже хорошая идея, но это уже на твое усмотрение. И еще несколько важных моментов. Не бойся спикера, даже если это Владимир Путин. Ну, а вдруг? Я не думаю, что уж так нужно и строго судить за это. Да, он известный. Да, он влиятельный. Но он, как и ты, прежде всего, человек. Будь вежлив, не наглей, но и не позволяй себя топтать и водить за нос. Если спикер не отвечает на заданный вопрос, если увиливает или пытается сбить тебя с толку, будь внимателен и упрям. И даже если человек так и не ответит на вопрос, ты сможешь показать зрителю, как гость программы увиливает. Я пошел. Давай. Делаем галкина. Внимательно слушай и в случае интересных моментов задавай на ходу наводящие вопросы, потому что потом это может быть поздно и уже неактуально. Помни, что тебя в интервью должно быть мало. Даже если ты Юрий Дудь и многих интересует твоя точка зрения. Ты берешь интервью, а значит, в первую очередь важно то, что скажет твой гость. И если вдруг захочешь выразить ему свой респект, сделай это коротко, а не пойди ферамбы на три часа перед первым вопросом. Молодец, молодец. Ну и формулировки. Не надо семитонных неподъемных вопросов с предысторией на несколько томов. Подбирай простые слова и емкие формулировки. За это гость и зрители тебе только скажут спасибо. Люди, которые живут в России, эти прекрасные, любимые мной 145 миллионов человек, они реально не умеют формулировать вопросы к себе, к близким, к огружению, к людям, которые ими руководят, к людям, которые каким-то образом вмешиваются в их жизнь. Когда интервью закончилось, внимательно отсматривай и вырезай всю лишнюю воду или нераскрытые вопросы, не жалея. Не трать время своих зрителей. Как говорится, лучше меньше, но лучше. И здесь это правило будет очень кстати. И да, помни, что не бывает все ровно. Во-первых, не пытайся сделать тихое и размеренное интервью. Такие выпуски быстро забываются. Но и не нарывайся на конфликт. Во-вторых, помни, что даже самые успешные ведущие не могут гарантировать удачного интервью. Это никогда заранее нельзя предсказать. Поэтому не стоит расстраиваться, если выпуск не удался. Просто продолжай и будь смелым, упертым и вежливым одновременно. Тогда все получится. Это были самые основные моменты в этом сложном деле. Дальше дело практики. Спасибо тебе за внимание. Подписывайся на канал. Поделись этим видео со своими друзьями. Удачи тебе. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok